Друзья, всем привет! Я специально сделал такое немного кликбейкное видео, для того, чтобы как можно больше зрителей увидели это объявление. Я не стал об этом говорить на предыдущем стриме, который был совсем недавно, потому что ситуация была непонятная, в подвешенном состоянии, но сейчас она разрешилась, и я уже могу об этом рассказать. Буквально вчера я восстановил свой канал в Яндекс.Дзен, который вел 4 года назад, но потом переключился на YouTube и его забросил. А правила Дзена работают так, что если там долго не делать публикаций, то он автоматически блокируется. Но сейчас я уже его разблокировал, все хорошо, и он работает в полной мере. В чем же суть и важность объявления? В связи с последними событиями, которые все прекрасно знают, надежи на YouTube совершенно никакой нет. Я понимаю, что очень многие скептически относятся к тому, что YouTube в принципе могут заблокировать, но если мы уже посмотрим, что происходит, это отключение монетизации, уже год как нет монетизации, постоянные блокировки российских каналов, пачками просто слетают, тот же вот ай как просто канал Стас потерял. Постоянно вставляют какие-то палки в колеса, но речь даже пойдет не об этом. Не о том, что заблокируют, не заблокируют, хотя я считаю, что с большой долей вероятности его заблокируют. Рано или поздно, ребят, его заблокируют. Пусть не сегодня, не завтра, не через месяц, но через полгода, через год, однозначно. Не сами США его заблокируют, так наш Роскомнадзор. Однозначно, я говорю, его заблокируют. Но речь даже сейчас не об этом, а вообще об этом свинском отношении YouTube к российскому блогеру. Дело в том, что даже сама мысль о том, что это в принципе может произойти, блокировка, неважно с какой стороны, отшибает напрочь все желание стараться и что-то делать для этой площадки. Абсолютно для каждого блогера важно видеть какую-то перспективу. Для чего он это делает? Да не то, что для блогера. Мне кажется, для любого человека в любой работе. Важно видеть какой-то карьерный рост, какое-то будущее впереди. Что мы видим здесь? Постоянные блокировки, отключение вот этого свинского отношения. И что в перспективе он может, как говорится, закончить свое существование в России. Не через какие VPN я сидеть, ребят, не буду. Я вам сразу предупреждаю. И вот какое у меня должно быть желание стараться, выкладываться, вкладывать душу, что-то делать, развивать, если ты думаешь, а возможно его и заблокируют. И ради чего все это будет? Я сейчас не говорю о том, что все, перехожу в Яндекс.Зен и только там теперь буду что-то публиковать. Нет, конечно же, пока сами его не заблокируют, либо США, либо Россия, этот YouTube. Я буду до последнего здесь. Также в штатном режиме буду продолжать снимать ролики для этого YouTube канала. Те же самые влоги, стримы, распаковки, обзоры. Все как раньше. Единственное, что их количество, скорее всего, сократится. А вот в Яндекс.Зене оно диаметрально противоположно вырастет. Даже сейчас, вот каналу только я буквально два дня назад его разблокировал, там уже на данный момент около 10 роликов. Там публикации я буду делать каждый день, а то и по два ролика в день. То есть теперь, на данный момент, у меня есть два основных канала. Это в YouTube, вот этот канал, Олигон, и с таким же названием в Яндекс.Зен. Канал Олигон. Вот только в отличие от YouTube, в Дзене будет гораздо больше роликов. Так как все мои каналы и все рубрики я объединил в один. Вот в Дзен. То есть то, что сейчас выходит здесь, на YouTube, будет также дублироваться и в Дзене. Но, помимо этого, будет еще много эксклюзивного контента, которого больше не будет ни в какой соцсети. Ни в какую другую соцсети я переходить не буду. Инстаграмы, телеграмы, рутубы. Нет, никуда. Ни в какие ВК. Никуда я переходить не буду. Только в Дзен. Все основной канал. Пока живой YouTube тоже останется. Но Дзен – это все перспектива, потому что это российская соцсеть. Ничего с ней не случится. По сути, она очень похожая на YouTube. Такой же видеохостинг. Да, немного не такой, возможно, удобный. Но, в принципе, можно также ставить лайки, дизлайки, писать комментарии. Только будьте осторожны. Там серьезная модерация. На YouTube она тоже есть. Там материться, в принципе, нигде нельзя. Блокируют эти комментарии. Но, в любом с другом случае, в общем-то, довольно-таки все удобно и нормально. Зато есть перспектива. У меня, как у блогера, есть перспектива. Я знаю, к чему мне стремиться. Есть будущее, и я понимаю, ради чего я буду трудиться и стараться. Работать на перспективу. Что ничего не заблокируют, все будет хорошо. И у меня из-за этого, естественно, поднимается настроение, и мне хочется что-то творить. Для YouTube такого желания уже нет. Но, опять же, в связи с этими всеми событиями, в российские соцсети очень хорошо стали вкладываться. Их стали развивать. И я это вижу на примере Яндекс.Дзена. Очень хорошее лояльное отношение к российскому блогерам. Это очень подкупает и радует. Знаю, что уже очень многие блогеры перешли туда, полностью побросали эти YouTube-каналы свои и перешли в Яндекс.Дзен. Я, конечно, пока этого делать не планирую полностью переходить на Дзен и закрывать все каналы на YouTube. Один-единственный я оставлю, вот этот Олегон. А Олегон Лайф, например, я буду точно закрывать. Буквально еще несколько роликов туда опубликую. Опять же, сделаю оповещение для того, чтобы люди могли перейти, если хотят так же дальше продолжать смотреть мои ролики. Но лайф-канал на YouTube я полностью буду закрывать, 100%. Но теперь помимо технообзоров, влогов и распаковок, в Яндекс.Дзене также будут и походы в магазины низких цен, обзоры на магазины низких цен, контрольные закупки, мукбанги, ну и какие-нибудь еще другие. Очень многие просили возобновить рубрику контрольная закупка. Это когда я покупал в каком-нибудь светофоре тушенку, ну, грубо говоря, за 40 рублей дешевую. Делал на нее обзор, из чего она состоит, какая она вкус, ну и выносил свой вердикт. Стоит покупать, не стоит, хорошая, плохая. В общем-то, довольно-таки полезная рубрика. Да, не каждому это надо, но смотрите сами. Вы можете смотреть только то, что вам нужно. Если вам что-то неинтересно, просто, ну, не заходите, не смотрите. Если есть ко мне какое-то уважение, хотите меня уважить, так скажем, можете поставить лайк, написать комментарий. Это будет очень приятно от души. На самом деле это очень важно, видеть какую-то перспективу и быть уверенным в завтрашнем дне. Из всех альтернативных площадок YouTube я увидел только перспективу вот у одной, вот у этого Дзена. Там действительно она очень хорошо развивается, очень хорошо работает поддержка, вопросы решают быстро, моментально. Да, пока не очень хорошо платят, но я больше чем уверен, что и это поправит в ближайшем будущем. Если вас даже не подкупают новые рубрики или эксклюзивные видео, которые будут выходить только на Дзене, все равно рекомендую вам подписаться, чтобы не потеряться, чтобы была какая-то уверенность, что мы не потеряемся. И в случае чего вы всегда сможете посмотреть мои ролики, продолжать смотреть. Я, конечно, не знаю, могу лишь только догадываться, что будет дальше. Но уже сейчас Дзен мне, как блогеру, дает перспективу и уверенность в завтрашнем дне. И я понимаю, за что и ради чего мне нужно стараться. А Ютуб, наоборот, своим свинским отношением только все больше отталкивает и отталкивает. Маленькие каналы уже все повымирали. Остались только, по сути, либо крупные каналы, коммерческие, где одна реклама. Да, больше-то ничего и не осталось. Ну, или стримеры, да, тоже, которые живут вот за счет донатов. А по сути, все маленькие каналы, все, все позакрывались, поуходили, побросали. Ну, а что? Перспективы нету ради чего. Даже пусть не заработок, да. А если человек не видит перспективы, если он постоянно думает, что... Вдруг заблокирует, а может заблокировать. Ну, просто даже само по себе вот это чисто психологически. Это неоприятие. Человек не может, блогер не может работать, не может что-то творить, тем более от души. Если он не видит никакой перспективы, не видит будущего. А в Ютубе я ее не вижу. Вот все, я уже давно ее там не вижу. Начиная с того, как монетизацию отключили и заканчивая тем, что вот сейчас куча-куча-куча блокировок. Все блокируют. Да и с нашей стороны тоже постоянные вот эти заявления, что скоро заблокируют. Ну, не зря же они разгоняют всю эту рекламу соцсетей. Я про Россию имею в виду. Смотришь фильм, постоянно вскакивают вот эти вот. ВК-музыка, ВК-плей, переходите в ВК, скачивайте Рутуб, скачивайте то. Все, устанавливайте. Не просто так, ребят, не просто так. И в это будут вкладываться. В этом есть будущая перспектива. В общем, ребят, буду очень рад, если подпишетесь на Дзен-канал. И еще, я там отвечаю абсолютно на каждый комментарий. Если у кого-то есть какие-то вопросы, пишите, буду рад ответить. Что касаемо стрима, который я наметил 8 марта, все по плану, ничего не изменилось. Посидим, возможно, даже выпьем пивка. Ну и более детально обсудим все вот эти наболевшие вопросы. Все, друзья, большое всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Жду всех 8 марта. Пока.